Здравствуйте, меня зовут Татьяна Андреянова и вы смотрите мой видеодневник. Сегодня говорим о массаже для самых маленьких, для грудничков, для детей до года. В гостях у нас Ирина Красикова, это специалист по детскому массажу, автор многочисленных публикаций и книг, посвященных массажу и гимнастике для детей. Сейчас более подробно поговорим об особенностях массажа именно для детей до года. Ирина, мы уже говорили о том, что комплекс физических упражнений для детей до года, он включает в себя массаж и гимнастику. В чем суть массажа, зачем он нужен и в чем суть гимнастики, и зачем нужна гимнастика? Ну, раздельно не рассматривается, да, то есть методика включает в себя и массаж, и гимнастику. Массаж идет как воздействие на тело, на поглаживание, растирание, то есть классические приемы, те, которые все массажисты знают. Здесь ничего нового, только они более нежные, более щадящие, ну и с учетом особенностей ребенка проводятся, то есть его физиологических особенностей, соответственно, каждому возрастному периоду. Что касается упражнений, то они обычно следуют за массажем. Например, мы делаем массаж ручек и упражнения для ручек. То есть массаж служит как подготовка, служит подготовкой к упражнению, потому что есть некие возрастные особенности, то есть повышение тонуса мышц в определенном возрасте, это нормально. И для того, чтобы этот тонус уменьшить и выполнить упражнение, потому что напряженными ручками и ножками двигать невозможно, да, это может быть травматично, мы сначала проводим приемы массажа, потом уже упражнения. То есть вот такое вот чередование подготовка, затем действие, подготовка, затем действие. А вот на что направлена именно гимнастика, именно вот в этом возрасте? Все то же самое, это все в комплексе, да. Получается, что и тот, и другой метод воздействует на тело и через него на все остальные органы системы, в первую очередь на нервную систему, потому что любое движение, любое прикосновение, оно сопровождается мощным потоком импульсов, которые доходят до, в том числе и коры головного мозга, и оказывает довольно сильное стимулирующее действие. То есть мы, опять же, ставим своей целью развить ребенка, ускорить его психомоторное, как говорят, развитие, ну и повысить его ресурс. Да, так в чем же все-таки заключаются вот эти вот особенности, да, проведения массажа именно для ребенка до года? Ну, как я уже сказала, приемы те же, но они проводятся более щадяще, мягко, ну и с учетом физиологических особенностей. Если у совсем новорожденного кожа сухая, да, то, может быть, массаж проводить вместе с маслом, по маслу, да, по крему. В дальнейшем, когда кожа становится нормальной, то есть, ну, развиваются там железы, это уже нет, нет такой необходимости использовать масло, и делаем сухими руками. Вот, да, и другие приемы тоже, их постепенно вводят, то есть ребенок подготавливается к каждому новому приему и достаточно долго. Если мы на взрослого, да, набрасываемся сразу совсем своим арсеналом воздействий разнообразных, то здесь очень постепенно сначала поглаживаю, потом немножечко растирание, потом еще какие-то приемы вводятся, и все это растянуто по времени. Какие-то особенности вот с кормлением есть? Ну, можно, да, даже не с кормлением, а вообще с режимом, да, ребенка, потому что желательно, чтобы, да, надо рассматривать вот это вот массаж и гимнастику, как физическую нагрузку, то есть в каком-то смысле тренировку. Поэтому ребенок должен быть сыт, но после еды там должно пройти какое-то время, ну, минут 30-40. Ребенок должен быть бодр, и там надо попасть вот в этот промежуток, да, когда он еще не хочет спать, вот, и уже поел, и еще не хочет есть, то есть, ну, опять же, для раннего возраста это сложно очень. Когда ребенок уже принимает какой-то режим, ему создают какие-то условия, то тут уже, в общем-то, есть некая свобода. Ну, и 3-4 часа бодрствования, да, вот для ребенка там уже ближе к году, здесь уже с массажем и гимнастикой вполне можно найти, да, найти время для этого. А с какого времени лучше начать делать массаж? С какого возраста, да? С какого возраста? С какого возраста. Ну, если проблем нет, то потому что если есть у ребенка проблемы, особенно если они врожденные, то там начинается с первых дней. А если проблем нет, то, наверное, тогда, когда мама будет к этому готова, да, то есть все вернулись домой, пришли в себя, определили какой-то ритм жизни, ну, и, собственно говоря, вот, пожалуйста. У каждого, наверное, по-разному, да? Да, где-то, может быть, в месяц-полтора. И как часто? Да, действительно, вопрос очень такой, особенно с точки зрения организации, там, работы массажистов, очень вопрос сложный, потому что курс массажа у нас обычно 10 сеансов, да, и дальше, если массажист предлагает продолжать, то не все понимают, можно ли. Не все знают, что массаж не является, ой, все-таки такой лечебной процедурой, как другая физиотерапия, которой возникает привыкание. То есть вот если вы начали тренироваться, да, в клубе спортивном, сколько занятий в месяц, там, вы можете себе позволить? То есть это определяется не занятиями, а вашими возможностями, сколько у вас времени, сколько у вас денег и так далее, да? Да, конечно. Поэтому массаж и гимнастику можно проводить ежедневно, в течение... То есть тот же самый подход, да? Да, в течение хоть года, хоть двух и так далее. Просто кому-то надоедает, обычно взрослым. Действительно, как раз нравится. А скажите, как все-таки маме понять, правильно она делает массаж или нет? Ну, самый главный критерий – это настроение ребенка. Если ему нравится, то в любом случае у мамы все хорошо получилось. Может быть, она что-то делала неправильно с точки зрения методики, но если ребенок отзывается на эти прикосновения, на эти упражнения, или что там мама с ним делает, на эти ласки, да, положительно, то, естественно, значит, его реакции непосредственны. Значит, все хорошо. Если ребенок плачет, если ребенок сопротивляется, да, как он может там отказаться от массажа? Он сказать-то ничего не может. Поэтому он плачет, всеми своими действиями вырывается, может быть, дает понять, что ему это не нравится, но, естественно, мама учтет, да, такую реакцию и не будет делать. В этом, кстати, преимущество ее перед медицинским работником, который, ну, не всегда вообще отзывчивый, скажем так. Да, и ребенок тоже может приватить. Ну, так, не так редко бывает, да, когда ребенок плачет, а массажист, он пришел, у него там определенные обязанности, продолжает работать. И это, конечно, пользы от такого массажа много не будет. Да, и в этом смысле как раз-таки, когда мама делает, да. Конечно, конечно, она что-то может не доделать, но это не так страшно, да, как испортить ребенку настроение. Да, то есть здесь как раз-таки все естественно, да, реакция ребенка. И она имеет возможность менять, да, продолжительность, интенсивность. Потому что сегодня ребенок выспался, хорошо себя чувствует, хорошо поел, у всех хорошее настроение, там, я не знаю, магнитной бури нету, да, и они могут заниматься хоть час. А в другой день, при других обстоятельствах, ребенок закапризничал, мама перестала делать, и это правильно. То есть у нее масса возможностей для маневра. Ну и как раз-таки сами непосредственно упражнения мы продемонстрируем в следующей части. Попробуем, да. Я напомню, в гостях у нас Ирина Красикова, специалист по детскому массажу и автор многочисленных публикаций и книг по массажу гимнастики для детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...